Ставка на новые технологии в области автопреступлений. Серия краж пронеслась по Минску, причем во всех случаях машины никто не взламывал, окна не разбивал. Преступники аккуратно проникали в салон и забирали дорогие ценные вещи. Причем, удивительно, в большинстве случаев владельцы авто даже не замечали, что у них кто-то хозяйничал в салонах авто. Заявления в милицию, как правило, поступали намного позже. Когда сыщики стали разбираться, пришли к выводу, что это специально считывающее устройство помогало неким злодеям вскрывать транспорт. Как только на стоянку подъезжало солидное авто, включался скан, который перехватывал ультразвук сигнализации, обладая этим кодом, попасть в чужую машину было лишь дело техники. Кто же эти талантливые жулики, знает Юрий Шевчук. За что задержали? Без понятия. Ехал в машине, задержали. Это видео записали бойцы спецподразделения «Алмаз» во время задержания троих мячан. Мужчины попались с поличным во время очередной кражи из автомобиля. Понятно, что в это время, в этом месте оперативники оказались не просто так. Сообщения о том, что в Минске при очень странных обстоятельствах из автомобилей пропадают личные вещи, водители уже давно гуляли по новостным лентам. В первом случае гражданин Российской Федерации, 34-летний, к слову, уже ранее судим в 2013 году за аналогичное преступление. При помощи напарника посещали автостоянки наиболее крупных торговых центров города Минска и окружных районов. Оперативникам удалось задержать по личным вторую группу, состоящую из трех мячан, которые по улице Ленина на парковке похищали таким же образом из автомашин, тоже драгоценные вещи. За основу своей деятельности и в первом и во втором случае жулики взяли новые технологии. Для того, чтобы попасть в салон автомобиля, им не нужно было разбивать окно или взламывать замок. Помогал так называемый граббер-код. Устройство перехватывает сигнал запуска и отключение автомобильной сигнализации. Когда злоумышленники получали нужный им код, дело оставалось за малым. Дождаться, пока человек уйдет в магазин и уже со своего устройства аккуратно открыть машину. Естественно, такие действия не вызывали подозрения у прохожих. Несмотря на то, что задержания подозреваемых проходили с разницей в один день, оперативники эти два случая никак не связывают. Хотя работали злоумышленники по идентичной схеме. Лишь по самым скромным подсчетам эти две шайки обчистили минимум 10 автомобилей. А вот кто где работал, предстоит узнать уже следователям. В настоящее время, что касается гражданина России, то следственными органами избрана такая мера пресечения ему, как заключение под стражей. Что касается непосредственно минчан, то они также задержаны. В отношении их проводятся следственные действия аж четырьмя подразделениями, четырьмя районными подразделениями Следственного комитета, районных управлений внутренних дел города Минска. То есть, ну, как следует из данной фразы, география их действий по Минску была достаточно разнообразной. Правоохранители в очередной раз напомнили всем владельцам автомобилей о мерах предосторожности. Никогда не оставлять в машине личные вещи, которые могут привлечь жуликов. И кроме сигнализации обязательно пользоваться центральным замком в машине. Его, по словам специалистов, обычный граббер-код так просто не взломает. Юрий Шевчук, Юрий Сахадзе, Зона Х, Минск.